СПОРТ – это жизнь. С таким умилением об этом говорят. И говорят спасибо, что этот комплекс вернулся. И многие из них уже имеют знак наш современный – золотой, серебряный или бронзовый. Современный Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» включает в себя 11 возрастных категорий от 6 до 70 лет. Для каждой группы установлены три уровня сложности с золотым, серебряным и бронзовым знаками отличия, чтобы принять участие в испытаниях и завоевать знак отличия ГТО, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте движения www.gto.ru и затем прийти в ближайший центр тестирования. На сегодняшний день в Югре полноценно работают 26 подобных муниципальных центров. Положительная динамика обеспечения центров тестирования профессиональными кадрами позволяет быстро и качественно принимать тесты ГТО непосредственно в каждом муниципальном образовании. И если в 2015 году было всего 4 ставки, то к 2017 году их количество увеличилось до 65. После окончания Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году правительством Российской Федерации, президентом Владимир Владимирович Путином было принято решение о том, что да, ГТО быть, ну и собственно говоря, мы все вместе, получив документ, посмотрев его, увидев, что он себе представляет, какие перспективы открывает, активно принялись за работу, сформировали наш региональный план внедрения, который соответствовал федеральному, но с нашими особенностями, составляющей региональной, как говорится, ну и активно принялись его реализовывать. К сожалению, мы не попали в десятку регионов, которые в режиме пилотных регионов внедряли этот комплекс, но тем не менее для себя мы, как и все, что делается в Ханты-Мансийске, в Ханты-Мансийском округе, мы поставили очень высокую планку, для себя решили, что мы должны быть лучшими, и начали к этому готовиться и вести работу для того, чтобы достичь этой цели. На первом этапе, да, были подключены самая основная наша массовая категория, это школьники, вот, с ними мы начали работать. Не скрою, да, были трудности, опять же, необходимо было все-таки деятельность этой конструкции, этого механизма, начиная от муниципальных центров тестирования, заканчивая региональным, выстроить, выстроить взаимодействие. На это накладывалось несовершенство механизмов федеральных, вот, потому что все это в процессе внедрения этого комплекса в ГТО, это живой механизм, который требует где-то от чего-то отказаться, а где-то наоборот, придать усилия уже существующим мелочам и вещам. Поэтому, да, на первом этапе было сложно. Потом, когда мы вышли на второй этап, на 2015 год, на 2016 год, вот, когда мы подключили другие категории к внедрению комплекса, вот, было уже немного, с одной стороны, легче, но, с другой стороны, сложнее, потому что, во-первых, количество желающих сдать нормативы ГТО увеличилось на сегодняшний момент более 115 тысяч у нас зарегистрированных на сайте ГТО жителей автономного округа. Вот, ну и, конечно, финальный этап, когда мы в 2017 году подключили уже все категории раз и плюс еще в режиме тестирования провели внедрение, скажем так, и апробацию комплекса ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно здесь мы были первыми. И на основе наших наработок сейчас практически уже закончены предложения как раз именно для этой категории наших граждан. Поэтому сказать, что было легко, нельзя, конечно, было сложно, но было очень интересно. На первом этапе, естественно, не хватало элементарного спортивного инвентаря для того, чтобы сдать комплекс ГТО. Вот, но эту проблему мы в первый год решили, в центре тестирования у нас получили необходимое оборудование. Кроме этого, как правильно судить и как принимать нормативы ГТО. Эту проблему мы тоже решили. Ежегодно проходят у нас судейские семинары, где мы повышаем уровень судей ГТО. Система проведения мероприятий, она достаточно выстроена в настоящий момент. Это летние фестивали ГТО, проходящие в три этапа, муниципальный, региональный и всероссийский. И зимний фестиваль ГТО, который проходит в два этапа, в муниципальный и региональный. Конечно, хотелось бы отметить, что действительно конкуренция при проведении данных соревнований очень-очень большая. Спортсмены бьются для того, чтобы попасть в состав сборной команды. И уровень наших спортсменов, он вот на всероссийском уровне показывает, что мы действительно очень сильны. Пример нашей знаменитой, я скажу, спортсменки Ольги Гадалиной, которая два года подряд является победителем всероссийского фестиваля ГТО в составе нашей команды автономного округа. Хочу заметить, что наша команда в течение проведения всех трех фестивалей ГТО летних, которые у нас проходили, команда ниже пятого места не отпускалась, занимала третье место, два раза было пятой. Вот как раз Ольга – это лидер команды, которая ведет за собой, которая на своем примере показывает, что именно вот так вот нужно заниматься спортом, вот так нужно достигать спортивных вершин. Не могу не упопянуть Витриевича Башмакова, который в 94 года сейчас является значкистом, золотым значкистом ГТО. Это вот как раз те примеры, на которые нужно равняться. Они нас призывают идти и заниматься. Этот комплекс действительно, он как живой организм, он с временем модернизируется, приносится что-то новое. Та же система введена в вид такой, как испытание самообороны без оружия, самбоэлементы. Вот как раз именно в них наши спортсмены на последнем фестивале ГТО и среди мальчиков, и среди девочек мы были первыми, это отрадно отметить. Действительно он актуален еще по одной простой причине. Как я уже сказал, растет количество занимающих физической культурой и спортом. А он как раз, этот комплекс ГТО, дает возможность сделать где-то первые шаги, где-то стать с дивана, просто прийти на спортивную площадку, выйти на стадион, заняться спортом и в дальнейшем прийти или в ГТО, или из ГТО, и уйти конкретно в какой-то вид спорта, какой тебе понравится. Я считаю, что именно личный пример, а личный пример, наверное, это самое главное, родителей, личный пример, не знаю, соседа, находящихся рядом, близких людей, он очень заразительный. Но когда мы видим этот пример, и наши дети видят этот пример, когда выходишь на улицу, на спортивной площадке возле дома, занимаются физкультурой и спортом от самого маленького до самого возрастного человека, я думаю, это как раз шаг к переосмыслению. А что сделал ты? А какой пример подаешь ты? Поэтому на сегодняшний момент все ступени ГТО, начиная от самого младшего до самого старшего возраста, как раз именно очень важны. Через прохождение вот этих этапов мы как раз меняем свое мировоззрение, меняем свое отношение к здоровому образу жизни. Система создана. Задача сейчас в эту систему вовлечь людей. Человек разносторонне развит. Это на сегодняшний момент, я считаю, наиболее важно. И когда ты в каком-то виде спорта являешься уже признанным лидером, комплекс ГТО предполагает не только испытания, по моему близкому мне виду спорта, а еще предполагает наличие знаний и умений в других областях и в других видах спорта. Гибкость, сила, ловкость, теоретические знания. То есть действительно это полноценный комплекс. И поэтому на сегодняшний момент, конечно, важно иметь чемпиона в том или ином виде спорта, но гораздо, на мой взгляд, важнее иметь здоровое поколение, здорового человека, который всесторонне развит. На мой взгляд, ничего сложного в достижении самых высоких целей нет. Самое главное – поставить перед собой такую задачу и к этой задаче идти, иметь желание, иметь терпение, иметь целеустремленность. Это вот тот шаг от апатии, от параллельного существования со здоровым образом жизни, как раз именно шаг в здоровый образ жизни. Вот это, наверное, важное. Преимущество как бы есть – заложена система мотивации для тех, кто сдаёт ГТО. Сейчас ещё она в стадии, скажем так, внедрения в трудовых коллективах, где работодатель имеет право частично оплачивать занятия физкультурой, спортом и так далее. Но наиболее, наверное, ярким примером является возможность старшеклассникам, 11-ти классникам, получив, издав нормативы испытания, нормативы ГТО, иметь преимущество при поступлении в учебное заведение. Вот именно на этом акцент хотел бы сделать. Это действительно важно и востребовано. Этапы внедрения комплекса ГТО в стране закончились, но активный интерес у жителей Хантамансийского автономного округа и России в целом только возрастает. Прирост югорчан, зарегистрированных на официальном сайте ГТО, уже достиг более 116 тысяч человек, что в соответствии с рейтингом является 18-м местом по Российской Федерации и вторым местом в Уральском федеральном округе. Количество принявших участие в выполнении нормативов готов к труду и обороне приближается к 44 тысячам. Всего за весь период внедрения комплекса с 2015 по 2017 годы присвоено 12 139 знаков, среди которых 3 401 высшего достоинства. Задача какая стоит? Во-первых, совершенствовать то, что мы создали, вовлечь еще больше людей в систему ГТО, в занятия физической культурой и спортом. Это также работа с судейским корпусом, с теми центрами тестирования, которые есть. В этом году мы создали координационный совет при заместителе губернатора. Это как раз не хватало у нас некого органа, координирующего эту всю работу. Я думаю, как раз вопросы межведомственного взаимодействия сейчас гораздо проще будут решаться через работу этого координационного совета. И, конечно же, также продолжение работы и проведения фестивалей ГТО. И у нас есть очень хорошая идея. Мы, конечно, постараемся ее воплотить, чтобы Югра оказала гостеприимство одному из фестивалей ГТО всероссийских. Не знаю, насколько у нас получится, но мы будем к этому стремиться. В настоящий момент действует 26 муниципальных центров тестирования, региональный центр тестирования. Хотел бы отметить высокий профессионализм тех людей, которые работают у нас в центрах тестирования. Я думаю, это все те составляющие, которые позволили нам достигнуть на сегодняшний момент такого высокого результата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова